Всем здравствуйте! Юрий Шулипа в эфире. Юра, здравствуй! Привет, Света! Приветствую, зрители слушателей! Вот мы с тобой тут сидим в эфире, а в Вашингтоне, между тем, сегодня будет заседание Совета Безопасности, и будут там обсуждать, как вы, украинцы, вовсю бомбите Запорожскую АЭС. Объясняй, как вы дошли до жизни такой, чем кончится заседание. Россия на Вас подала заяву. Эта ситуация мне напоминает то, например, как грабитель, вор Жулик, украл у своей жертвы кошелек и побежал на нее, написал в полицию о том, что якобы жертва ему угрожала при совершении кражи. Вот это, в принципе, несколько аналогичная ситуация. То есть, враг оккупировал нашу землю, оккупировал наш объект энергетики, принудительно отключила энергосистему Украины, ворует во временно оккупированный Крым энергетику, из Запорожской АЭС, и еще пытается обвинить Украину, что якобы Украина обстреливает свой же собственный объект энергоатома, при том, что Украина это страна, которая пережила величайшую в мире чернобыльскую атомную трагедию. Кто уж пережил и знает, что такое радиоактивное заражение, радиоактивный удар, это украинцы. Я считаю, что, да, кстати, это заседание в Совете Безопасности, оно должно примерно начаться около 23.00 по киевскому времени, и Россию, конечно же, там, как говорится, очень сильно натянут за все ее преступления. Вспомнят ей временную незаконно преступную оккупацию Запорожской области, захват Запорожской атомной станции, и, собственно говоря, все остальное, и США, и Великобритания. И вообще, я считаю, вот давным-давно уже, чтобы избавить организацию объединенных наций от иллюзорности, потому что, де-факто, еще раз повторяю, организация объединенных наций, она существует юридически, мы видим, уставы организации объединенных наций, какие-то резолюции принимаются, документы подписываются, но, вот, то есть, она есть. Но де юра, с точки зрения исполнения этих документов, резолюции он и всего прочего, они не исполняются, то есть они липовые или иллюзорные. И чтобы снизить эту иллюзорность, вот сейчас, я считаю, это замечательный вопрос, замечательная ситуация, то есть выступить представителем Украины и объявить в организации объединенных наций дипломатический Димаш, как раз на этом заседании, то есть сначала выразить свою позицию, что вот, да, у нас, еще очень интересно, лаконично, то, что преступным путем была оккупирована часть территории Запорожской области, было украдено, пока, то есть, захвачен наш энергетический украинский объект, воруется оттуда электроэнергия, и Россия умышленно обстреливает, заминировала один из энергоблоков Запорожской атомной инфистанции, занимается международным ядерным террором. Террор – это страх, шантаж. Это не терроризмом, слава богу, они еще его не взорвали, я думаю, что вероятность того, что российско-фашистский, точнее, Путин отдаст распоряжение о проведении террористических актов, пока эта вероятность, она, конечно, существует, но ничтожно мала в исполнении. Но, тем не менее, нужно все это выразить в организации объединенных наций, я думаю, наш представитель ООН это все знает, и сразу же, значит, и дипломатический Димаш, который должен был заключен в том, что если придет вот этот лысый пидор Небензи, туда будет, опять-таки, со специфицированными доказательствами, начнет объявление Украины, нужно поставить вопрос о том, чтобы он предоставил полномочия Российской Федерации как государства находиться в организации объединенных наций. Вот пусть он покажет бумагу, согласно которой, на основании чего Российская Федерация находится в организации объединенных наций. Мне это очень хочется посмотреть. И просто оттуда выкинуть, то есть, кстати, это может привести к тому, что он, понятно, у него такой бумаги не будет, и, как минимум, да, это приведет к тому, что заседание не состоится. Да, ну, будем считать, что РФ и напросилась сама, так что, что тут комментировать. Вот смотри, военный аналитик Том Купер в своем вот свежем как раз обзоре, он сказал, что у армии России появилась серьезная проблема, и проблема в воздухе, да, что Украина всегда уступала в воздухе, и были остальные. Сейчас что-то поменялось, да? Конечно, ситуация выравнивается, она еще до конца не вырвалась, но в воздушно-космическом пространстве выравнивается в пользу Украины. Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что Украине удалось уничтожить уже 24 самолета СУ, это самолеты-штурмовики-агрессоры, плюс еще взрыв на полигоне в районе САК, во временно-оккупированные во Федоровке, то есть там еще 20 самолетов. Ну и соответственно, он имел в виду о том, что у России подходят к концу крылатые ракеты «Калибр» и баллистические ракеты «Искандер», а также другие ракеты, например, там «Х-101», вот эти причинственники «Калибр», более старые модели, они еще, кстати, дозвуковые. То есть, да, уже у России, конечно, их, безусловно, становится меньше. Они еще не закончились, но приблизительно, я вам скажу, по различным данным, опять-таки, в том числе через открытые источники, можно получить и прийти к выводу, что Россия остается еще около 30% оперативно-тактических ракет средней дальности, вот такие, как «Калибр» и «Х-101». Вот около 30%, приблизительно так. Конечно, это точное количество еще раз повторю, нам вряд ли сейчас удастся посчитать, даже с самим россиянам, потому что там часть идет где-то на складах, на консервации, потом с консервации сняли, проверили, она не работает, там где-то уже блок отвалился, значит, там, это самоконтактную пару надо менять, там, взрыватели, эти, то есть, ракета идет в ремонт и так далее. Ну, вот, что касается около 30%, ну, такие цифры, я вам скажу, от 25% до 30%, вот, это, наверное, наиболее оптимально. Вот, но, опять-таки, это не означает, что Россия, прям, все эти 20% сбросит на Киев или на какой-то другой город, потому что им, по-любому, нужны ракеты, а вдруг кто-то на них нападет. Хотя бы, хотя бы, еще раз, то есть, что сейчас, велика, то, что на Россию кто-то нападет равна нулю, но все равно у них по инструкциям и прочим там различным нормативам положено обязательно иметь запас неприкосновенности. Вот, Юр, смотри, у вас в Киеве в метро аж концерт прошел в честь событий в Крыму, то есть, украинцы совершенно не скрывают, что к событиям на аэродроме в САКах, да, как его правильно называются, причастны именно... Это, наверное, на Федоровке, да, это не далеко в САКС и районах на новой истории. Ну, Россия знать ничего не хочет, не признает факт вмешательства и говорит, что это, ну, покурили там неудачно и более всего. Нет, абсолютно правильно и не будет признавать. А почему не признавать? А все-все-все просто. Потому что Россия в лице своих пропагандонов и так называемых специальных лиц сказала, что в Крыму самое лучшее ПВО, Крым лучше всех защищен и вообще Крым это наш духовный скрип. Это первый фактор. Второй фактор. Войной руководит лично Путин. Но Путин все равно не вникает во все конкретные детали. И вот то, что ему приносит Федеральная служба охраны в желтой папочке отщеп военный, вот он в рамках этого руководит. Это первое. И второе, он руководит в рамках оперативных совещаний своего Совета Безопасности. То есть, они бывают в расширенном составе, когда генералы приглашаются, которые, в основном же по видеосвязи, он, по-моему, трусливый Путин в бункере сейчас сидит. И вот таким образом он руководит. И вот представляете, как ему, да, и опять-таки, даже если Путин, а я наверняка предполагаю, что все-таки Путину доложили, что реально там произошло. И он об этом в курсе. Но, опять-таки, да, что для него самое главное, нам, кстати... Никому не скажем за то, да? Государственную тайну России номер 3 открыли в свое время Шольц, Меркер и Макро. Что самое главное? Ну, понятно, что первое там, первое, это российская история, самая главная государственная тайна, которая сейчас фальсифицирована. Второе, это личное здоровье Путина, который уже, это сказать, в кавычках, что он очень здоровый, как сказал, глава одной из западных спецслужб. И третье, у них тайна, это заключается в том, чтобы сохранить лицо. Понятно. И таким образом, если в Крыму, то, что сначала мы помним, там, какого-то беспилотника, который где-то там выстрелил в возле здания адмиралтейства в Севастополь, отменили парад, как одни, значит, военно-морского флота, то, что говорить об этом. Вот поэтому просто они стыдливо так обошлись, поэтому, кстати, я всем говорю и украинским политикам, и здесь, в Украине, чтобы не переживать, никаких ответов абсолютно не будет. и сейчас, и сейчас, наоборот, нужно усиливать, усиливать, максимально разрушать, уничтожать все аэродромы в Крыму, которые захватил противник. Их еще пять. Осталось в Жанкойе, Бельбеке в районе Феодосии, потом еще во время на оккупированном этом самом Севастополе аэродром в районе, значит, значит, как, да, да, в Севастополе всегда, в Семперополе аэродром, то есть, вот, все склады, все аэродромы, казармы, там, где, какую-то живая сила врага. Самое главное, смотрите, самое главное, что нужно уничтожать, в первую очередь, у россиян, это живая сила противника. Орки, это топливо четвертой мировой гибридной войны Москвы против коллективного запада. И чем больше и быстрее они будут уничтожены, тем скорее закончится война, победа Украины коллективного запада. Поэтому их нужно еще, уничтожать, в первую очередь, потом технику, склады, системы противоракетной обороны, радиолокационные станции, система радиоэлектронной борьбы, все это нужно уничтожать вот в режиме чуть ли не два тысячи, три часа на семь. И обратите внимание, что четвертая мировая гибридная война, ее горячая фаза, основная горячая фаза, это, мы можем уже выделить, это дистанционная война. То есть, дистанционное уничтожение с помощью высокоточных ракет и управляемых активно-реактивных снарядов. Вот, их нужно использовать, использовать эти средства, которые сейчас приходят от запада по максимуму уничтожать, разрушать и так далее. Действовать активно. А что касается контрнаступления, освобождения Херсона, это уже вопрос чисто технический. То есть, если будет в достаточной мере уничтожена система радиоэлектронной борьбы противника, ПВО, склады, горючие, казармы, живая сила, естественно, то тогда попроще, быстрее, безопаснее для всех произойдет контрнаступление, освобождение. То есть, нужно действовать так, что противник сам оттуда ушел, что он понял, что вот они уже смертники. А вот, Юр, смотри, да, ну вот, получилось так в Новофедоровке, россияне не заметили этого, а если еще где-то так тряханет, тоже что ли не заметят? Или придется признать, что все-таки вот это Украина так нехорошо поступает? Ух ты, не заметили, как это так не заметили? Ну не заметили, потому что официально рассказано. Нету потерь. Я, честно говоря, очень мало запоминаю все вот эти глупости, но как там одна девчонка сказала, ой, мама, давай бегом отсюда, да, или как там. И такое было, и такое было. Хит сделали, уже в интернете записали на ее слова целый хит. А пробка более ста километров из времени оккупирована Украина. Путин не смотрит интернет. Он, если и смотрим, то только детскую порнографию. Больше у него там нет ничего. Я вам скажу, послушайте, я вам скажу, если вы хотите точно знать сексуальные увлечения Владимира Путином. Да, да, об этом. Что, я отчасти, кстати, согласен с депутатом Верховной Рады Ильем Пономаревым по поводу бисексуальности Путином. Отчасти, хотя еще, я сам не видел, я не был свидетелем, но я знаю, что у Владимира Путина есть другое. Понятно, пускай, давай об этом не будем, Юра, это не та тема. Я сейчас, я кратенько скажу, чтобы наши слушатели понимали, он мазохист. Он любит, чтобы мужчины побеждали и любит побеждать других. Вот в чем собственно говоря, чтобы над ним подоминировать. Да, вот это он обожает. Не нужно говорить то, что не относится к теме, это совершенно не очень. Посмотрите, по поводу, ладно, просто, ну, я не затрагиваю эту тему, ты ее затронула. Что касается Путина и всего, значит, остального. Да, во-первых, Украина имеет право и обязана вооруженной силой действовать на всей территории Украины, уничтожать всю военную инфраструктуру противника, в том числе во время оккупированного Крыма и Севастополя. Это еще обязанность вооруженных сил. В остальном посмотрим. Вот сейчас они стыдливо не заметили, потом, я думаю, они еще будут не замечать. А если кто-то и заметит, вот, кстати, кто-то в интернете, что если там со стороны общественности будут какие-то замечания, то в отношении этих лиц будут возбуждены сфабрикованы, точнее, уголовные дела за дискредитацию в кавышках вооруженных сил Российской Федерации. Ну вот, они сейчас ввели в Крыму желтый уровень террористической опасности. Каких они террористов там поймают и как это может, ну, в общем, оградить от дальнейших инцидентов? В Крыму самые главные террористы и убийцы это российско-фашистские захватчики, российские спецслужбы, полицаи и весь военно-силовой аппарат и блок. Вот это и есть самые главные террористы, убийцы, от которых идет, то есть, которые представляют для всего мира, не только там, для Украины, а вообще для всего мира наивысшую степень опасности. Да, вот Саша из ЧПЖ спрашивает, да, а все сделки в Крыму с недвижимостью после известной даты 2014 года заключенные, будут недействительными, ничтожными будет, и как Юрий видит решение, что россиян в Крыму будут выгонять на улицу из квартир? Сейчас в Верховной Раде готовится проект закона о реституции. И это касается, кстати, не только Крыма, а вообще всех временно оккупированных территорий, там, где россияне отжали жилье у граждан Украины и каким-то образом, ну, понятно, что незаконным путем с точки зрения украинского законодательства, а другого законодательства нет, потому что, смотрите, вот что важно, уважаемые зрители и слушатели, да, я считаю, это очень важнейший вопрос, я хочу, кстати, чтобы нас те сейчас послушали, именно те, кто приобретал с 2014 года граждане России вопреки украинскому законодательству недвижимость Крыма. Это очень важно и на других временно оккупированных территориях. Для Украины любая сделка с того момента, когда Украина утратила контроль над той или иной территорией, например, над Крым, над автономной республикой Крым, городом Севастополь, либо Донецкой или Луганской области, является недействительным. То есть, после того, когда Украина освободит свои захваченные агрессоры в территории, то все сделки, которые были совершены после оккупации, будут признаны автоматически в силу закона, недействительными. И то имущество тем гражданам, либо если они уже умерли, тогда, соответственно, их потомкам, оно будет возвращено, а те, кто это имущество приобрел, их, россиян, имеется в виду, и находятся с точки зрения законодательства Украины, находятся на временно оккупированных территориях, незаконно, они согласно Женевской конвенции от 1949 года о защите населения во время войны, вот загуглите эти слова и зайдите на сайт Организации Объединенных Наций, там этот нормативный проект, он находится в оригинале, почитайте, это будет очень важно, будут интернированы, то есть принудительно в административном порядке высланы за поребрик с территории Украины, вот что произойдет. Да, понятно, вот Татьяна Влади Гоя спрашивает, хочет узнать, что ты думаешь по поводу высказываний Зеленского о запрете там туристических шенгенских виз для россиян? Слушайте, вот была бы моя воля, я, ну, во-первых, то, что сказал президент Владимир Зеленский, я полностью с ним согласен, я считаю, это объективно необходимость, что у россиян давным-давно не нужно поскать в цивилизации. Как это так? Ну, вот только вдумайтесь. Россия с 20 февраля 2014 года, начала четвертую мировую гибридную войну. Против кого? Против коллективного Запада. И тут граждан, страны, агрессоры, оккупанта должны почему-то пускать в Европу. Я правильно, кстати, согласен с высказыванием одной из европейских чиновниц, о том, что въезд в Европейский Союз это неправо, привилегия. И более того, обратите внимание, что на один из важнейших аспектов четвертой мировой гибридной войны. Какого ее один из основных столпов? это агентурно-подрывная, разведывательно-подрывная и информационно-подрывная деятельность. Ни одна страна в мире не ведет столь масштабной, профессиональной, системной, скоординированной подрывной деятельности в странах Запада, как Россия. И, кстати, в том числе в тех стран, которые сейчас вынуждены время находятся в сфере внешнего военно-политического влияния в России. Нет, еще раз повторяю, такой страны. нужно сказать и следующее, что большинство россиян ненавидят Запад. Это первое. И второе, среди россиян, даже тех, кто публично, ну, начиная с социальных сетей, осуждает российскую агрессию против Украины и вообще российскую войну против коллективного Запада, имеется в виду четвертую мировую гибридную войну, среди таких россиян могут быть агенты российских списков, которым создаются легенды, что вот якобы они такие демократические, антипутинские и так далее, они забрасываются на Запад. Ну вот, кстати, я приведу сейчас просто вопиющий, я считаю, пример, тот же самый телеканал Дождь. Выгнали его, выкинули к чертовой матери из России. Латвия их приютила, предоставила им лицензию на телерадиовещание и вот какая-то сопливая журналистка берет интервью мэра Риги и говорит, а почему вы что-то там какие-то советские памятники, которые вам когда-то советские оккупанты поставили, вы их, то есть, таким обвинительным уклоном берет интервью мэра Риги. Вот это не подрывная деятельность против ценностей Запада. И против, ну как, вот памятник каким-то палачам должен стоять. Извините, нет, это памятники палачей и советских убийц. Это, в первую очередь, оскорбление тех народов, оскорбление национальной памяти и унижение, которые были советским оккупированы. Поэтому, еще раз, я лично считаю, что нужно запретить вообще всем россиянам, кто имеет вот эту курицу, весь цивилизацию это первое. Ну, они же могут, например, ездить в страны Азии. В Сингапур тот же самый. В Китае, например, правильно? В Северную Корею могут ездить. Им же эти страны не запрещают. Вот пусть они, россияне любят Китай, любят Северную Корею, пусть туда ездят. А вот, слушай, а на Западе им что-то нечего сделать. А как юристы тебя спрашивают, да? Ну, понятно, что попросят всех, кто незаконно, а незаконно считай, все там жилье в Крыму приобрел, да? Это их попросят. Но ведь они же все эти годы еще пользовались этим чужим жильем. Выплаты за пользование чужим жильем не попросят россиян? Я думаю, это уже, ну, кстати, я считаю, это абсолютно правильно. Нужно внести в проект закона обязательно такое условие. Но, как минимум, даже если в законе такого не будет, а государство, кстати, оно вправе, в том числе, с интервенеров взыскать ущерб причиненный этому же государству либо его гражданам в полном объеме. Да, это и в том числе из международной практики вытекает. Я считаю, это важное положение, которое должно быть в соответствующем готовчивости законопроекте о переходном положении после деоккупации. Да, и если такого положения даже не будет, то в частном порядке обратиться в суд к тем же самым и суд решит как надо. Да, я понимаю, что так, конечно, будет сложно, потому что они убегут за поребрик, как нужно будет там через суд разыскивать, а Россия, если она к тому времени сохранится, в чем я, кстати, не уверен, то она будет просто препятствовать исполнению судебных решений. Слушай, тут Анатолий Судаков пишет насчет виз, что не будет в Европу. Не пугайте Юрий, будем ездить к НДР, Ливию, Сирию, если мы рот повысят, а нет, так к родственникам в ближайшую деревню и будет нам счастье. Да? Смотрите, я вот хочу нашим зрителям и слушателям объяснить, то, что российская правящая элита и так называемый средний класс, который российский, который в основном состоит из силовиков и государственных чиновников, что российский средний класс, это лица, которые работают в госкорпорациях, в силовых структурах и в государственном параде. То есть, фактически, это все люди, которые работают на государство, это и есть российский средний класс. Они живут по следующей схеме. Они любят ездить на Запад, пользоваться благами Запада. Их дети, жены, любовницы, и так далее, имеется в виду, высших чиновников, находятся на Западе, уже там давно граждане, дети учатся в престижных западных университетах, получают соответствующее западное образование. Вот. И при этом они ненавидят Запад за его слабость, за то, что Запад вот этой антицивилизации, этим оркам предоставляет свои блага, образование и все прочее. И ведут войну против этого же коллективного Запада. Четвертый мировой гибрид. Но это, я считаю, феномен, феномен, который нужно будет еще историкам, юристам изучать, который до конца еще не получил свои надлежащие квалификации. Ну вот, смотри, какие события у вас происходят. В Мариуполе пишут, партизаны спалили вражей склад с боеприпасами. Вы что, живете по принципу ни одного дня без взорванного склада военного? Нужно понимать, что на временно захваченных Россией территориях существует очень сильное сопротивление подполья. Фактически, я уже неоднократно говорил о том, что к осени 100% жителей временно оккупированных территорий будут ненавидеть оккупантов и коллаборантов лютой ненависти. И даже те граждане Украины, которые до широкомасштабной фазы российской агрессии и оккупации территории, а это граждане Украины, к сожалению, которые попали под оккупацию и продолжают проживать во временно оккупированных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской области, отчасти Харьковской, там, где сейчас установилась зона российской оккупации, они все люто ненавидят российских оккупантов. Да, есть какая-то часть коллаборантов, безусловно, которые получили эту друглавую курицу, которая ненавидит украинцев, но они до этого украинцев ненавидели. И я предупреждал вот в этой работе о военных планах Путина против Украины. Я обращался через эту работу к службам безопасности и другим украинским спецслужиям о том, что нужно было еще с 2021 года, как эта работа вышла, я еще раньше обращался через различные видеопередачи, статьи и так далее, надо было заняться чисткой агентурно-подробного потенциала в южных областях, то есть в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях убрать, вычистить оттуда российскую агентуру. Да, я понимаю этот труд. Это очень сложно, тем более и отсутствие тут множества, и не у всех оперативников надлежащие качества есть, и вообще сложность вычлений, потому что таких простых агентов, как Стремаусов, коллаборант, или политики, я давно их вычислил. А Владимир Тасальдо еще жив или нет? Я последние дни не отслеживала. Знаю, что в коме был. Но даже если он жив, то это можно считать последние дни. Так что это уже не имеет абсолютно и он тоже агент, он состоял в агентом аппарате. То есть в принципе мы конечно могли этот доклад дополнить как минимум сетью рассекреченными агентами Путина, взять их просто рассекречить, но мы не стали их рассекречивать, почему? Потому что есть служба безопасности, и она должна в конце концов этим заниматься. Почему мы должны влезать в компетенцию этих самых украинских спецслужб. Вот и все. Вот еще вот такая тема. Британская разведка заявила о срыве заказов на российское оружие за рубежом. Можешь поподробнее эту тему рассказать? Ну, смотрите, я неоднократно говорил о том, что после наложения санкций на продукцию уголовного назначения Россия будет в таких странах, как Китай, Индия, Иран и Турция лоббировать, то есть создавать свое лобби различные фирмы-прокладки схемы для того, чтобы приобретать российскому оружию микрочипы и прочую различную электронику. То есть у России куча металла, но проблема заключается в электроне. А я про то спрашиваю, что она экспортировать не может. У нее может да, и с экспортом тоже, да, то есть вот эти санкции, которые наложены сейчас на Россию, они заключаются в том, что Россия не может импортировать оружие и экспортировать. Ну, да, ну и дальше как им жить, в общем-то, не в курсе ты? Ну, как сдаваться, освобождать территории, которые они незаконно захватили и сдавать Путина вместе с военно-политическим руководством. Вот так? Вот сейчас очень такая популярная мысль набирает в соцсетях оборот, что долетели до Новофедоровки, долетят и до Севастополя. опасная мысль. Естественно, что там напрямую от Новофедоровки до Севастополя примерно, наверное, около 35 километров. Всего-то? Конечно. Ну, тогда вопросов нет. Возьмите ниточку и протяните от Новофедоровки до Севастополя. У меня сейчас карты под рукой нет, но примерно не более от 35 до 40 километров. А ракета как раз напрямую по ничке летает. Вот как ты думаешь, чисто предположение ради, пауза между следующим таким демаршем в Крым затянется? Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы она затягивалась. Нужно, чтобы еще сила обороны Украины по возможности 24 часа на 7 уничтожали живую силу противника, в первую очередь, казармы, скопления живой силы, системы ПВО, радиоэлектронной борьбы, радиолокационные станции, вооружение, цистерна с топливом, топливозаправщики, оружие, военную технику, самолеты, авиацию, танки и так далее. Все еще это все объекты для уничтожения страны сил обороны Украины. Их нужно уничтожать 24 на 7. Когда будет следующее Новофедоров, сказать трудно, но я думаю, у нас есть руководство, и военно-политетическому руководству Украины виднее, когда оно состоится. Мы можем сделать предположение, что когда у них будет соответствующая техническая возможность, тогда и состоится. Вот смотри, Соловьев Владимир Рудольфович высказал такую мысль, что из украинцев, которых депортировали в Россию, сейчас стоит и возможно набрать войско, даже он назвал 1400, и отправить воевать в Украину, с вами же и отправить воевать. Как ты видишь значит эту ситуацию, ее возможности? Я не вижу, а такое уже происходит. Когда мои знакомые помогали жителям Мариуполя, которых насильственным путем кадыровцы отобрали у них жилье и сначала их насильно посадили в фильтрационные лагеря, а потом отправили после фильтрации в Россию, то когда им помогали выйти из России, сбежать из России обратно в Украину, то вообще целая операция была, о которой можно даже фильм снимать, то молодых из них подходили ФСБшники, причем они официально представлялись и говорили типа ну вот вам там мол вас типа Украина разбомбила, хотя понятно, что это разбомбила Россия, а не хотите ли вы отомстить Украину, то есть вербовка уже начинается граждан Украины там в этих лидерационных лагерях, уже конечно же не в принудительном в таком как бы полупринудительном порядке, когда оказывается на граждан Украины психологическое давление для того, чтобы они воевали против своих сограждан. Ну это как раз таки подчеркивает полную ублюдочность российской внешней политики, преступность и откровенную ублюдочность. Потому что обратите внимание, вот то, что сказал вечерний удозвон под оперативным псевдонимом Ваняев, а у него кстати Путин секретным указом присвоил звание генерала майора ФСБ точно. Вот собственно говоря, он и озвучил контуры преступной российской внешней политики. этот опыт опробировали сначала в первую очередь на Чеченской республике и Кадыров. Это путинские коллаборанты, которые перешли на сторону врага и оккупанта агрессора против собственного народа. И таким образом они будут пытаться сейчас из всех граждан Украины, которые прошли фильтрацию, которых возможно сломали, запугали направлять воевать против Украины. И более того, опять-таки у российско-фашистских захватчиков заканчиваются пособники коллаборанты. Я смотрел видеоролик, сделала какая-то женщина в Луганске, он очень коротенький, она идет по городу, говорит, город пустой, мужчин практически в Луганске не осталось. И в Донецке каждый день наступает... И в Мариуполе то же самое. В Мариуполе понятно, там часть людей убежала, большинство, конечно же, в Украину, другая часть, которая была, попала под оккупацию, они в России, но уже часть тех мариупольцев, которые попали в Россию, они обратно в Украину, кто-то в западных странах сейчас оформляет политическое убежище. суть заключается в том, что даже что в России заканчиваются коллаборанты. И вот сейчас идут серьезные бои в Авдеевке, в Пельсках. Что думаете, там кадры военные? Нет. Россия кидает туда донецких коллаборантов, которые на войну против Украины, причем кидает их пачками на украинские укрепления, которые там уже 8 лет выстроены на шлангерную систему обороны. Для чего Россия их пускает в расход? А для того, что Россия хочет, чтобы вот эти так называемые корпуса Д и ЛНР, поскольку они более мотивированы в том, чтобы убивать украинцев значительно больше, чем сами российские вояки, чтобы они как можно быстрее закончились. Почему? Потому что когда Россия потерпит свою военно-стратегическое поражение, то потом те же самые во временно оккупированном Донецке, они, конечно же, больше половины не уйдут в Россию, и они там в Россию, у Путина убегут в Россию, и они будут спрашивать, ну как это так, а за что же мы тут 8 лет воевали, и вот такая была война, и почему сдан Донецк и так далее. Причем это люди, которые мотивированные, и они по идеологическим причинам, по идеологическим и причинам личностного характера готовы убивать украинцев, то есть у них намного больше мотивированности убивать украинцев, чем у российских фашистских захватчиков, и вот сейчас их Россия утилизирует. Юр, мы говорим об украинцах, которые вот сейчас находятся, эвакуированы, были в Россию, да? Не были эвакуированы, Света, я хочу, чтобы ты на этом канале называла вещи своими именами, это не эвакуация, а депортация, хорошо, депортированные. Отмечены это в рамках своей страны, а когда к ним приходят кадыровцы, чужаки, которых никто не звал, с автоматами выгоняют в интернационный лагерь, запрещенный международным гуманитарным правом, после чего их перегоняют уже на территорию другой страны, что запрещено тем же самым международным гуманитарным правом, это преступление против человечности, которое наказуемо международным уголовным судом, их депортируют, и еще, что это военные преступления, таким образом, кстати, оккупированные населения, опять-таки, согласно международному гуманитарному праву, почитайте его, это очень важно, Женевская конвенция, фактически, основной объем международного гуманитарного права, он находится в Женевской конвенции 1949 года, во время войны, и там запрещено оккупированное население использовать в вооруженных действиях против той страны, которой идет война, это население запрещено, это тоже военные преступления, то есть, фактически, вечерний мудозвон в очередной раз призвал к военным преступлениям, но эти преступления против человечности, но эти преступления, они и так совершаются. Ты мне дашь возможность сказать, ты меня уже несколько раз любил, вот, смотри, ситуация такая, с моральной точки зрения, как ты ее видишь, да, вот депортированный есть мужчина-украинец, у него семья тоже рядом с ним депортирована, вот ему дали в руки оружие и сказали, иди, убивай украинцев, если ты не будешь этого делать, твоей семье не жить, и он поверит, что именно так и будет, как ему поступать? во-первых, нормальные граждане Украины, которые не по своей воле, невольно оказались на территории России, они ее покинули, либо пытаются покинуть, это первое, и такая возможность пока еще есть, можно тех же самых ФСБшников, участковых, и тех самых, которые там в этих временках вербуют, просто послать на три буквы, за это, в принципе, ничего не будет, но могут там окрикнуть, там какое-то там давление, что за это абсолютно ничего не будет, вот, но эта ситуация, еще раз повторяю, она моральна, безнравственна, абсолютно, цинична, и с точки зрения украинского законодательства и международного, смотрите, с точки зрения украинского законодательства и международного уголовного права, она преступна, потому что международное гуманитарное право запрещает использовать оккупированное население в войне против той страны, которой идет война. Понятно, я тебе одно, ты другое, я тебе о реалиях, а ты о том, как позаконить. Ну, вот, я тоже, я тоже, кстати, сейчас сказал о реалиях, почему, потому что я в курсе, так как немножко занимался вопросом малиупольцев, отправить на три буквы и все, то есть, послать на три буквы, то есть, смотрите, если вы с семьей попали на время туда в Россию, прошли фильтрацию, находитесь в России, вас заставляют воевать против вашего народа, ваших братьев, сестер, значит, вы должны страну агрессора и оккупанта покинуть, по возможности взять вещи, приехать на границу России, Эстонии, там, или Россия, Латвия, вас пропустят даже с обычным паспортом гражданина Украины, даже если у вас нет документов, все равно вас пропустят. Посольство Узбекистана в России пригрозило уголовным делом узбекам, которые собирались воевать в Украине на стороне России, то есть, мигрантов в России, узбеков живет много, им предлагают ехать в Украину, зарабатывать там, как говорится, воевать, и вот так посольство заявило, комментирует. Вас посольство абсолютно правильно заявило, потому что во всех странах существует уголовная ответственность за наемничество. Те, кто воюют на стороне России, они наемники. Это первое. Второе. Это предложение о том, чтобы граждане Узбекистана, которые проживают в России, они воевали за Россию, против Украины, произвучало из уст руководителя первой диаспоры Узбекистана. Пермская, еще не Московская, а Пермская диаспора. Узбекистан. А кто такой мог быть этот руководитель? Агентом ФСБ. Ну, послушайте, все общественные организации, они так или иначе курируются второй службой ФСБ. Это управление, так называемое, по защите конституционного строя, борьбе с террористом. Все общественные, еще одно, то есть, что контрразведывательное обеспечение общественной деятельности в России осуществляет второе управление ФСБ. Точнее, второе службу ФСБ. Поэтому, кто он такой? Агент ФСБ. Агент ФСБ, да, ему сказали, слушай, у нас там проблемы в армии, не хватает пушного мяса. Ну-ка, давай-ка своих земляков призови, чтобы они повоевали. Вот и все. Ну, элементарно. А на официальном уровне, да, посольство всех стран сделали заявление Казахстана и Узбекистана и Кыргызстана, что ни в коем случае нельзя воевать на стороне России, так как за такие действия они полагаются уголовной ответственностью. То есть, эти лица, они будут преследоваться в собственных странах. Вот и все. Да. Ну, то, что они закрывают границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой. То есть, есть у человека виза, нет у человека виза, но в Эстонию он больше не попадет. Это как. Слушайте, слушайте, ну, давным-давно нужно было еще с 20 февраля 2014 года, когда Россия начала четвертую мировую гибридную войну против коллективного Запада, значит, аннулировать у россиян визы. Уже, вот, я скажу так, опоздали. Опоздали. Нужно было делать раньше. Вам аннулировать? Нет, схватились только сейчас. Да, Света, еще, кстати, важнейшая новость. Сегодня СЕМ Латвии, то есть, парламент Латвии признал Россию на официальном уровне государством спонсором терроризма. Очень важно. Это первое. И второе, что те, кто получил российские паспорта, вот, и будет в дальнейшем намерен получить российское гражданство, они будут лишены национального гражданства и депортированы туда за поребрие. Кто им дал гражданство? Это, кстати, очень важно. Почему? Потому что, обратите внимание, что Россия, Москва, в Главном управлении МВД России по городу Москве, Главном инвестиционном управлении МВД России по городу Москве, который находится на Новокузнецке, я уже об этом неоднократно говорил, на право и на лево, значит, в силу вот изменившихся законов о внешней разведке, эти законы, они еще прошились с 2020 года, раздает на право и на лево паспорта всей агентуры. Вот кого вербует пятая служба ПСБ, СВР служба внешней разведки или Главное управление Генерального штаба вооруженных сил России в качестве агента им на право и на лево для прикрытия или для того, что если произойдет какой-то провал подрывной операции в странах Запада, они могли быстренько быть эвакуированы и им выдают паспорта. Поэтому я абсолютно согласен. Да, кстати, я считаю, что вообще нас страны Палтии на этой неделе просто порадовали, потому что, Литва еще до этого признала Россию террористическим государством. Сегодня парламент Латвии признал Россию государством спонсором терроризма. Эстония намерена аннулировать и она действительно аннулирует его россиян выданные визы и прекратит им выдавать визы. И так, да, и вот еще, кстати, Латвия сделала, значит, заявление, несут поправки в закон о гражданстве о том, что будут аннулировать гражданство те граждане в Латвии, которые получили российские поспортеры, что тоже верно. И тут, кстати, очень важно, смотрите, может быть обратка со стороны России, потому что Россия уже, насколько мне известно, я уже обладел инсайдерской информацией, планирует усилить подрывную деятельность в Латвии. То есть там планируются какие-то протесты опять по поводу того, что россиян и русскоязычных ущемляют и так далее. Поэтому, естественно, нужно пользоваться сейчас прямым каналом предупредить правительство Латвии и латвийские спецслужбы о том, чтобы они были бдительны и срочно выявили это очень важно агентуру и нейтрализовали среди так называемых общественных организаций, которые были созданы на территории Латвии российскими спецслужбами, там всякие конгрессы соотечественников и все прочее для ведения подрывной деятельности против Латвии. То есть нужно сейчас оперативным путем, потому что, еще раз повторюсь, что уже сейчас на уровне Совета Безопасности в России должно быть принято решение официальное, вот я думаю, в эти часы, или возможно оно уже принято, о том, чтобы начать в Латвии осуществление подрывной деятельности, то есть раскачать общественно-политическую обстановку в ответ на то, что Латвия будет депортировать своих граждан, которые обладают российским паспортами. Ну вот смотри, да, Сейм Латвии объявил Россию спонсора терроризма, а Россия тут же дала зеркальный ответ. Хакеры из группировки Кильнет положили сайт Сейма Латвии и понаписали, что думают об этом Сейме. Будь здоров, Россия подтвердила то, что она является спонсором терроризма. Вот собственно говоря, что я могу на этот вопрос ответить. Россия таким образом подтвердила то, что она является спонсором терроризма после вот этой хакерской атаки. Почему? Потому что хакерские организации, они курируются восьмым управлением Главного управления Генерального штаба вооруженных сил России и военной разведкой и ФСБ. Например, тот же самый 18-й Центр информационной безопасности ФСБ. Вот эти структуры внутри российских спецслужб они курируют хакер, хакерские организации. Вот и все. Таким образом Россия прямо подтвердила свою причастность к спортивному терроризму. Потому что хакерская атака она приравнивается к террористическому акту. Ну вот смотри, многие ведь не согласны с определением что Россия спонсор терроризма. Потому что Россия и есть терроризм, террорист. А спонсоры это как раз те, кто покупает у нее газ и нефть. Которые идут через Украину кстати. Послушайте, да, абсолютно правильно. Я неоднократно говорю, что главные и основные спонсоры международного государственного терроризма и 4-ой мировой гибридной войны являются Франция и Германия. А также те страны Европейского Союза, которые продолжают стыдливо позорно покупать путинский вонючий газ, нефть и уголь. Да, это самые главные спонсоры терроризма. Россия спонсором терроризма является давным-давно еще с приходом Путина, когда активно начались убийства назначенных им врагом как внутри России, так и за рубежом. Террористические акты, взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске. Мы это все знаем, проходили об этом. Мы не будем говорить и вся деятельность России это и есть. Спонсорство террористических организаций на Ближнем Востоке, в Палестине, чем Россия открыто занимается. Спонсорство международной террористической организации, признанной таковой как самой России, так и Совета безопасности ООН и странами коллективного Запада. Талибан, ИГИЛ и всем прочее. Россия недавно спонсор терроризма. В данном случае это надо, чтобы зрители и слушатели понимали. У России природа многогранная, Россия без дна. Она является и спонсором международного государственного терроризма, и сама является одновременно террористическим государством. Потому что ту войну, четвертую мировую, ее горячую фазу, в том числе которая началась с 24 февраля прежде 22 года, Россия, основной метод ведения этой войны это преступление. И основные преступления это преступление терроризма. То есть здесь все вот последние кстати акты террора. Это то о чем мы говорили в начале передачи захват и обстрелы Запорозской атомной электростанции, которые уже продолжают целую неделю. А вот вопрос тут от Анатолия Судакова. Наверное теперь будут военную спецоперацию против Латвии проводить. За сколько дней Лигу не проведут по одной простой причине пока Латвия Литва Эстония Финляндия Казахстан и Польша могут расслабиться и спать спокойно потому что их защищает Украина. Сейчас самое главное у Путина это Украина и как он говорит что его цели так называемые специальные военные операции должны быть завершены до конца. он сейчас зациклится на Украине Украина в данном случае как громотвод с одной стороны защитник и крепость стран Балтии поэтому в странах Балтии по меньшей мере можно на какое-то время расслабиться. Но я думаю что после нашей великой победы на Херсонском сначала такой промежуточной победы а потом следующей на Донецком театрах военных действий а может быть наша победа произойдет и на Запорожском театре военных действий все может быть да как говорится замыслы военно-политического руководства Украины неисповедимы вот то тогда вообще мы выгоним российских фашистских захватчиков с территории всей Украины вопрос военной безопасности для стран Балтии он подпадет что называется сам собой вот смотри да Швейцария присоединила настолько нейтральная страна она присоединилась к санкциям против России и тут же значит Россия утратит и тут же Швейцария утратила статус нейтрального государства если раньше предполагалось что она будет в Москве интересы Украины представлять то теперь она уже ничего не будет ну нет почему не будет пока Украина ее получила и специально Россия не пустит ее вот это же в новостях пишет я же тебе вот новости озвучиваю не велика проблема между Швейцариями можно в четверг сегодня об этом заявил на брифинге замдиректора департамента информации печати МИД России Иван Нечаев все вылетело Швейцария из России ну я я считаю здесь ничего сложного нет между Швейцарией может быть таким посредником Турции не остается уже нейтральных стран но пока нет но пока одна из нейтральных стран это Турция но тут опять-таки важно что если Соединенные Штаты Америки я надеюсь что это произойдет Россию признают спонсором терроризма и тогда и Турция тоже не останется нейтральной страной потому что и Турции придется очень сильно ограничить свои экономические отношения с Россией чтобы не попасть под двойные санкции потому что после тут важно понимать чем хорошо я же неоднократно уже об этом говорил признание России страной государственным терроризмом потому что это первый укрепляет действующий санкционный каркас раз и второй это вводит систему двойных санкций Россия вывела свои объекты из-под инспекции США по договору о контроле над ядерным оружием и что теперь она не подконтрольна нет смотрите Россия по-любому подконтрольна почему потому что у Соединенных Штатов Америки достаточно хорошо развита космическая спутниковая разведка летают спутники зондирования земли которые отслеживают перемещение ядерных боезарядов если такие будут это просто свидетельств того что Россия будет сейчас потихонечку наращивать свой ядерный потенциал значит у России достаточно плохие дела с ядерным оружием по всей видимости более 25 лет не производить не было обогащения урана необходимого для ядерного оружия то ядерное оружие которое обладает Россия счастье ядерные боезапасы которых формально на бумаге достаточно много но на деле возможно больше половины если наверное может быть даже процентов 20 из них боеспособны потому что там проблема заключается в том что Россия не занималась ядерной программой сейчас скорее всего Россия тайно будет наращивать свой ядерный потенциал из договоров об ограничении тех или иных видов вооружений СНВ или ДРДС в Россию вышло из них страны выходят для чего для того чтобы снимать с себя ограничения и наращивать вооружение так как иного не дано и вот Россия вышла специально из договора о стратегических наступательных вооружениях специально и чтобы наращивать эти вооружения она будет делать тайно конечно же но тут смотрите что важно все таки я думаю скоро в скором времени Украина получит от Соединенных Штатов Америки ракеты средней дальности в которых дальность подлета к цели составляет свыше 5500 километров и это позволит Украине уничтожать российские военные в том числе ядерный потенциал ну что наш эфир подошел к концу Юль спасибо сегодня реально было интересно и темы у нас классные были кто лайки забыл поставить ставьте делитесь видео а через полчаса на канале бабушка зовет будет мой эфир значит авторский новости бхсс и в этой передаче в самой начале по вашим просьбам я покажу вам гигантского комара которым все хвалится Павел Белоусок Юр прикинь прислал мне фотографию какие в минске комары появились Юра такой комар человека может сожрать ну это наверное после репрессии Лукашенко приходите комара смотреть конец эфира пока до свидания